Это очень большая победа, очень важная победа, очень показательная победа, потому что так над нами издевались, пока мы боролись, в таком негативном свете нас показывали. И то, что сегодня генеральный примар отступил назад, и больше он не сможет открыто смотреть нам в лицо и говорить о том, что ох, он такой белый, пушистый, эти номера уже больше не пройдут. В субботу мы вас тоже приглашаем, пожалуйста, потому что важна каждая боевая единица. В субботу мы вас приглашаем в 10 часов к скверу у Кентфорда, если они обязаны сами демонтировать, мы еще после того, что демонтируем забор, мы еще вправе подать на них в суд, чтобы они нам возместили ущерб, который нам нанесли. Целый рабочий день мы все будем вместо них там сидеть, это складывать, убирать, и сразу же полдня работаем там, убираем этот забор, и сразу же все вместе идем к шипке. Приостановлено там строительство еще полтора года назад. Забор до сих пор стоит не демонтирован. На что рассчитывают? Немножко подзабудется, немножко все поутихнет. Они же нам все время новые проблемы создают. Мы отвлекаемся на новые проблемы, то придворовую территорию, прилегающую к домам территорию забрали, и напротив девятиэтажного дома строят им 16 этажей, закрывают им вообще свет и все, не оставляют им вообще зеленых насаждений. Мы не успеваем ходить по следу этих преступников. Мы отвлекаемся на другой объект, потом отвлекаемся на третий объект, а там объект стоит полтора года, ушибки, как остановлено строительство, а забор никто не снимает. Почему Киртака до сих пор не дал указания демонтировать забор и выкинуть чертовой матери, и на этом точку поставить? Такой же железный? Да, конечно. А решение по тому забору или строительству вокруг шипки принято? Все, да, 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 все приостановлено. Но ведь там забор тоже незаконно установлен. Там тоже не было за месяц до установления забора, там тоже не было установлен технический паспорт. Вот это огромное панно, о котором я говорю, со всей информацией о том, что готовят, какое строительство там предполагается, все данные, фирма, телефоны, адреса, тоже ничего, тоже незаконно стоит. Поэтому включаем нашу прямую власть. Вы знаете, вы начнете сами себя уважать. Граждане муниципия Кишинев, если сегодня пойдем вместе с вами наводить порядок в Кишиневе, вы почувствуете свою власть. Вы почувствуете, как вы меняетесь. Вы почувствуете, что вы вправе указать Киртуак и его место. И я думаю, что примария после этого очень хорошо подумает, прежде чем принять еще какое-то решение. Хотя, о чем сказать, решений, о которых мы не знаем, принято уже столько, что они сегодня ждут только воплощения в жизнь. Поэтому получается, что мы ходим у них по следу. Продолжение следует...